Остановка не по требованию. В первый день октября троллейбусы номер 4 и 15 могут не выйти на маршрут. Виной всему критическое положение СГЭТ. Из-за больших долгов перед энергетиками город может лишиться электротранспорта. С руководителем убыточного предприятия встретился Олег Грищенко в трамвайном депо. Речь шла о финансовом положении организации. Разбиралась в проблеме и наша съемочная группа. Есть только напряжение на тягу для трамвайных вагон. Сейчас вообще как предприятие работает? Выходит туда на маршруты? Нет? Электричество в Кировском трамвайном депо сейчас на вес золота. Из-за долгов перед энергетиками его обесточили еще весной. С тех пор основным и единственным источником энергии служит небольшой генератор. А уже с 1 октября предприятию грозит полное отключение электроэнергии. С первого числа СПГС возможно начнет отключение предприятия. И если это произойдет, то практически все маршруты останутся. Допустить полные остановки электротранспорта невозможно, уверен глава города. Ведь предприятие несет большую социальную нагрузку. Значительная часть пассажиров и льготники, которые пользуются транспортом бесплатно. Возмещать эти затраты с ГЭД должны из областного и федерального бюджетов. Однако полной компенсации предприятие не получает. Из-за этого оно и стало убыточным. Только перед энергетиками сумма долга достигла 60 миллионов рублей. Поддержать предприятие за счет городского бюджета, говорит Олег Грищенко, возможности нет. Город вам помочь не может в этой ситуации, потому что мы не устанавливаем тарифы для вас. Мы бы рады их установить, но, к сожалению, это не наша полномочия, не наша компетенция. Соответственно, мы не выплачиваем компенсацию за перевозку льготной категории, это выплачивает область. И, соответственно, мы не можем из бюджета вам помочь деньгами, в связи с тем, что, в общем-то, мы ограничены самим бюджетом, потому что бюджет нам также формирует область. С начала года из-за недофинансирования убытки с ГЭТ составили свыше 100 миллионов рублей. Из-за нехватки денежных средств предприятие не ремонтирует трамвайные пути и контактные сети, вагоны и троллейбусы. Кроме того, на 15% сократилась и численность водителей. Электрический транспорт, он и выгоден для города и для людей, он и по всем параметрам. У нас почему-то все, от кого это зависит, лоббируют перевозку частных автобусов. По всей видимости, они работают в черную. Те деньги, которые они собирают, они в полном объеме их не показывают, скорее всего. И, соответственно, не платят налоги, по сути дела. Кто-то на этом очень хорошо зарабатывает большие деньги. Олег Грищенко считает, единственная мера, которая спасет предприятие от уничтожения, передачи его на региональный уровень. Ведь самые жизненные вопросы с ГЭТ, тарифы и компенсации за перевозки льготников решаются именно на уровне области. Такой вариант обсудят в ближайшее время. А пока с энергетиками согласуют график погашения долгов, чтобы не допустить остановки электротранспорта в городе. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.